Всем привет! Мы находимся в Геленджике. Уже сегодня четвертый день и сегодня мы приехали в Сафари парк. Сейчас вам покажу. Вот там был у нас вход. Вход полторы тысячи взрослые и детства. У нас на 6 человек мы отдали, нас двое и детей четверо, отдали 6 тысяч. Мы все, сейчас поднимаемся. Видно тут, да? Сейчас увеличим. Видите, чтобы он не съел. Вон он слонит, бушает травку. Ну, что он к нам попа повернулся? Ну-ка разверни, дай-ка. Вот, смотри, я сказала, чтобы он развернулся, он разворачивается. Что там? Арахис. Его кушать можно, да? Арахис, что нельзя? Да-да. Ты попробуй, потом не бывает вкусно, не вкусно. Здесь, кстати, есть еще детская площадка для детишек. Ну, блин, обыкновенно. Цесарка. Так, куда-то дверь, да, дочек? Можно открыть себе. Так, ну, тут у нас что? Птичий двор внутри. Тут курочки, ничего особенного, в принципе. Ну, что-то белое такое. А вон они сидят беленькие, там далеки. Здесь уже дальше поинтереснее. Черешня. Красавец. Красавец. Вот так. Затюшки тут козочек кормят. Я прямо увидела козочек овечек. Сразу с детства вспомнила, куда у бабушки. Ходила пасти. Дедуга. Ну, а что они, дети? Какая маленькая, красивая козочка. Так, а где овечки? Я помню, у бабушки были белые. А тут коричневые. А у меня нет еды, а дайте мне тоже покормить. А, здесь все самые голодные. Кормишь, сынок? Да. Да? Вон еще к тебе идет одна кормильная. А что ты говоришь, нам уже полнота? Едем на канатной дороге. Лена, помаши ручку, я снимаю. У-ху. Круто. Мам. 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 Татья Лена. Вас Ярослав зовет. Мам. Мам. А вот мы еще сюда вот дойдем до сафари парка. Смотри, как тут можно куда дойти. Стоп, съемка же запущена. Где ты видишь? Там было написано. Так, а вот мы подъезжаем и там внизу у нас олени гуляют. Ой. Олени, смотри, Ярослав. Антон, видишь оленей? Да. Ага. Какие-то горные олени. Да, олени. Олени, привет. Олени, привет. Привет. Олени, привет. А вон там маленький олени, а то он отдыхает. Привет, олени. Привет, олени. Привет, олени. Олени, олени. Олени, олени. Да. Вон там море. Высота пипец. 240 метров над уровень. Да. Виды тут, конечно, вообще прикольные. Ой. Сейчас надо увеличить. Меня испугалась. Боится вас. Боится. Боится. Белка, белка, белка. Ой, я даже не успеваю снимать. туда-сюда. Антон, покажи фотографии, какие мы сделали. Достань эти рамочки. Так, когда мы поднимались в этом на канатной дороге. Подержи одну. Сейчас я покажу. Нас фотографировали. Вот такая фотография получилась. Кстати, очень красивые фотографии, очень качественные, 600 рублей такой книжечки. Покажи папу. Красавцы. Все, давай закрываем. А это кто у нас? А это баба такая хмурая. Мы сейчас пришли, вон здесь гуляем по дорожке. Пришли в такой детский уголочек. Еще я здесь увидела этот домик для белочки. Сейчас покажу. Такой прикольный. Ай, какой маленький. Эй. Нужно что-нибудь попить, перекусить. Пить только хочется сильно. А что тут? Какашка. Что-то купили водички, да? Камень счастья. А, может надо оставить здесь деньги? Оставить надо. Ага, вижу. У меня, наверное, кипячек-то нету. Да, сейчас придет. Да, куда она придет? У тебя есть деньги? Кошель. Ты за всех положи, чтобы у всех счастье было. Особенно у Антона. Чтоб много-много счастья было. Да, Антон? Катя забрать надо. Сейчас, сейчас пойдем спасать. Ай, бегаешь? Где Катя? Катя вообще за ручку даже идти не хочет. Катя! Доча, догоняй маму. Догоняй. Так, ну вот мы дошли до этого дольмена. Древнее сооружение, установлено за 34 тысячи до нашей эры. Назначение неизвестно. Способ возведения неизвестно. Казаки называют дольмены богатырскими хатками. Ну вот такое сооружение интересное. Залазить нельзя, написано, дети. Катя там с камушками играет. Камень, везение. Камень счастья, везение, короче. Деньги надо оставлять, я так поняла. Потом кто-то эти денежки вечером собирает. Так, ну все, мы дальше, в принципе, не пойдем. Потому что я спросила у девушки, она говорит, дальше домена ничего интересного нет. Дорога еще на полчаса, наверное. Ты у нас царь, да? Царь горы. Так, ну все, вот мы по той дорожке поднялись. Туда еще идет дорога в парк Юргского периода. Или там наверху. Так, тут еще вот такой вот динозавр нас торчает. Забрались на самый верх, откуда видно весь Геленджик, всю бухту. Это метр над уровнем моря. Ой, какая красота. Вообще, это 630 метров над уровнем моря. Это море, бери, бери, наши принцессы. Вот, какие я послала. 630 метров, полкилометра. Офигеть, это такой прям теплый. Полкилометр, Карл. И не видно, не видно, что вон там море. Это полкилометра. Да? 630 метров. Это высоко, да? Это очень высоко. А что, как раз накрасит? Полкилометра. Еще больше. Свинуля, тебе страшно? Ярослав. Не, ему вообще. Он вообще любуется красотой. Да, там фотографируют, когда мы заезжаем. Ладно, мы бы еще здесь побыли. Но Катя уже спать хочет. Надо вниз, потому что коляску мы оставили там внизу. Если мы положим, то мы с медом будем дальше внизу гулять. Ой, вообще красота какая. Конечно, не зря мы съездили в сафари-парк. Здесь не чувствуется сильной жары. Потому что ветер такой прохладненький, теплый. Да? Все, поедем? Все. Мы зашли в террариум. Да? Да. Где всякие змеи и прочие гады. Некоторые очень мерзкие. Особенно вот эта вот лягушка. А это кто тут? А, вон, летучая собака. Смотри на маленький змея. О, змея какая. Ух ты. Зеленый питон. А, вот он. Хе, и больше не сразу еще увидишь. О. Игулана. Обыкновенная. Синий язык и сцинк. А где он спрятался? А, вон, где-то в углу там. Один хвост, ребят. Поднялись практически на верхний этаж. Там, вон, дверь бабочки. Мы сейчас туда не заходили. А здесь развлечение для детишек. Солнце только светит. Папа, нас отдыхаешь. 140 метров на уровне моря. Папа, отдыхаешь, да? Я пойду карантин. Я тоже на подушке валяюсь. Еще можно наверх туда подняться. Посмотреть. И уже не хочется. И я просто Кате на руках все время таскаю. Без коляски. Прям тяжело. Доча! Ой, весело, спало вроде бы. Ой, змейки какие красивые там были. Ой, страшные. Страшные? Да, Ярослав говорит, я боюсь, говорит, и не сможет их. Да? Ага. Понятно. Теперь обратно. Ну, вид, конечно, отсюда просто шикарный. Я хочу здесь жить. Так, ну все, мы спускаемся вниз. Вниз, конечно, гораздо приятнее спускаться. Да, главное телефон не потерять. Ага. Это был огромный-огромный педеночек. А то вы не увидите большинство головок, которые мы отсняли и не вывозили. Да, да я еще влоки-то сильно не снимала. Ну, поснимать будем. Два дня вообще не хотела снимать. Сегодня только вот, что-то желание появилось. Прям хочется отдыхать и отдыхать. И ничего не делать. Так, все, мы вернулись вниз уже. Вот решили еще здесь походить. Тут медведя увидели. Вон он ходит, Мишка. Бродит. Все, как бы. Вот он. Вон, недовольный. Жарко, наверное, ему. Бедняжечки. А там дельфинчики купаются. Ну-ка, сейчас я сюда. Сейчас не видно, подойду с другой стороны. А вот нашла табличку. Значит, там внутри. Там внутри, чтобы мне холодно. Температура 15 в воде, 13 градусов. И там еще опрыскивают. Наверное, ему не так холодно. Но все равно мне его прям жалко. Мне кажется, он жалко и певец как. Нет, там написано, что 15 градусов. А вода 13. Ну, где 15 градусов? У нас же не закрытое помещение. Приви, что там. Светка. Тут тень-тень, только он вентиллятор с водой. Нет, бедный медведь. Я думаю, ему жарко. Там такое ощущение, что он плачет. А ведь морские котики их сейчас как раз кормят. И это че видно, нет? Красотки. Бедняжечка вообще бегает, бегает туда-сюда, зайчик. Вот эта штука, она как бы должна холодно. Я стою под ней, я вообще не ощущаю холода сильного. А здесь вот этого вообще ничего нету. У него ведь медведя охлаждающего, бедняжечка, он ведет туда-сюда. Розовая фламинка. А здесь вот галерея и хрустальный мост. Прозрачный мост, а там внизу медведи и волки. Вот так вот разбивается стекло, падаешь вниз, и там медведь сколкнет у тебя. Завтракует тобой. Идем отдохнем вот здесь. А, как страшно. Девят, вот это классно, у меня сейчас медведя вон там кормят. Да? Да, медведя кормить можно, они едят сюда более. Ярослав, тебе не страшно? Вот этот, смотрите, наш рамс сидит, короче, смотрит, что мы его еще покормили. Да? Наелся, короче, сытый пипец. Мишка. Не знаю. Сидит такой, покормился. Медведь сходи. Да, покормился он? Готов. Мишка! Есть хочет медведь, а нет ничего. Ага, очень. Скошно как. Ой-ой-ой, я-ой-ой. Так вообще, как будто вот сейчас сломается. А, ого. Скидзу стоять. Привет, я-ой-ой. Здесь вообще страшно. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. О-о-о. Тут два, что ли, здесь, да? Даже три. Три? Вон спит. Он сейчас спит. Даня, вот Даня, вот Даня, вот он. Двое спит, двое. Сынок, тебе не страшно там пол в теплянке? А он боялся, когда зашел? Да, когда папа ушел, он не боялся. Да? Даня! А-а-а. Даня! 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 Даня, вот он, что ли, здесь уже устал. Прикурнул тут. А, у них, короче, здесь... Субтитры сделал DimaTorzok